Приветствую вас! Я думаю, что у вас есть два варианта, два пути развития дальнейшего, два пути дальнейшего развития ситуации, по которым вы можете пройти. Первый путь вы можете разобраться в себе, вы можете поисследовать себя, вы можете поисследовать свои обиды, вы можете поисследовать причины ваших сомнений в себе и так далее. Вот, и, соответственно, подкредитировав свое поведение, вы оставите своего мужа, поставите своего мужа перед фактом, либо он вас примет такой, какая вы есть, да, с вашей позицией, с вашими ценностями. Вот, либо, соответственно, не примет, и дальше вы уже пойдете по... ну, каждый своим путем пойдете вы. Вот. То есть здесь история, на мой взгляд, такая. Либо вы гармонизируете отношения, то есть постараетесь дать своему мужу то, что он хочет, то, чего ему не хватает, потому что он говорит, что любит вас. Не верить ему оснований нет, по крайней мере у меня. То есть он ищет там чего-то, это опять же, скорее, ну, это имеет причину, с этими причинами нужно разобраться, поговорить. Вот, опять, откровенно. Вот. И, соответственно, уже решить, чего вашему мужу не хватает. Вот. Это в общем. Вы пишите. Мы смучим год вместе. Год. Мы смучим вместе всего лишь год. Это достаточно маленький строк. Жалко, что вы не написали о том, сколько вы знакомы. И сколько вы, ну, условно говоря, являетесь парой, если у вас есть вот такой период. Вы ничего не пишите о своей предыстории. Вы ничего не пишите о том, что вас объединяет. Например, как вы сошлись, ну, вот, вместе, да. Хотя это очень важные моменты всё, это определяющие факторы, которые сейчас продолжают оказывать влияние на ваши отношения. Пусть даже вы с мужем, как бы, уже поженились, да, и создались в семью. Дальше. Значит, недавно заметил я в истории, значит, что он, соответственно, ищет секс с маленькими или секс с очень молоденькими. То есть тут, как бы, есть очень важный момент. Если его интересуют просто молоденькие, да, то есть, ну, скажем, от восемнадцать, от восемнадцать, это одно дело. Если его интересует до восемнадцать, это уже совсем другое дело. Это можно считать отклонением, это можно считать психологической и сексопатологической проблемой. И если у мужчины всё-таки есть именно это, то решать данный аспект нужно ему самому, срочно обратившись к специалисту, либо к сексопатологу, либо к психологу. То есть, опять же, здесь непонятно, да, вот, если от восемнадцати это нормально, если до восемнадцати, ну, это, еще раз повторю, имеет психологическую или сексопатологическую проблему, и, соответственно, с этим нужно работать. Причем, это относится исключительно к мужу. Это относится исключительно к мужу. Далее, вы пишете, что вы нашли в истории, то есть, вы заметили в истории, что он чего-то там ищет. Я вас понимаю, что вы заметили в истории, что он там чего-то ищет, но давайте вспомним, происходило ли каких-либо обстоятельств, которые могли бы вашего мужа натолкнуть на такие вот поиски. То есть, что-то могло случиться, что-то могло произойти и так далее. Понимаете, важно понять, что привлекает человека. Важно понять, что именно его привлекает. Его привлекает какой элемент. Я, как психолог, могу предположить, что ему не хватает от вас именно такой вот, может быть, какой-то детскости, может быть, какой-то непосредственности, может быть, какой-то такой искренности. То есть, может быть, вы слишком взрослый уже и вы ведете себя слишком по-взрослому. Вот. А также желательно бы изучить вашу сексуальную жизнь, чтобы понять, как у вас там обстоят дела, насколько мужчина, условно говоря, удовлетворен и этим тоже. Потому что, ну, тут может быть много нюансов. Вот. Дальше, значит, ну, то, что два-три раза в неделю примерно, это ничего не значит. Чаще тоже, в принципе, ничего не значит. Я тоже очень люблю, вы пишите, посмотреть, значит, порно, даже могу удовлетвориться этим. В каком смысле удовлетвориться? То есть, мастурбировать или что, что вы имеете в виду, удовлетвориться? Я не против этого, но я не ищу чего-то определенного в этом. А он ищет именно, значит, значит, так говорилось. Я с ним сказал, что очень любит, он не видит причину, по-моему. Говорили вы с ним о чем? Вот о чем вы с ним говорили? Что вы ему сказали? Понимаете, вот такой важный момент, да, и вы о нем говорите вот так вот неопределенно. Абсолютно. То есть, ну, честно, вообще непонятно, что вы имеете в виду. Я думаю, а я думаю, он не хочет меня, и я не привлекаю его внешне. Так как, если он это ищет, может быть, именно такой тип его возбуждать. А как насчет того, что именно на вас он женился, как насчет того, что именно вас он взял в живот, и как насчет того, что, ну, вы занимаетесь сексом, и у вас все в порядке, если бы я его не возбуждал, если бы вы его не возбуждали, ну, и как бы секс не получился бы. То есть, как бы, как насчет этого-то всего. Вот. То есть здесь вы думаете, что вы не привлекаете его, сейчас скажу, я думаю, что он не хочет меня, и я не привлекаю его внешне. Это ваша заниженная цена оценка, как и сказал мой коллега. И ее причины, источники заниженной цена оценки лежат не в вашей семье, и не в ваших с ним отношениях, а они лежат, как правило, ну, гораздо глубже, гораздо глубже находятся они. Вот. И, соответственно, родом они, как правило, из детства, и работать вам, соответственно, нужно именно в этом направлении. Это самооценка, это принятие себя, это раскрытие своей женской, женской мобили поведения. Вот. И, собственно говоря, ну, наверное, какие-то у вас есть страхи, как правило, это страх, например, остаться одной, или что-то в этом роде. Или, может быть, страх, страх быть брошенным, страх отказа. Вот. Вы говорите, значит, он не хочет меня, не привлекаю его внимание. Вот. Когда вы говорите про внимание, это, вы говорите про неудовлетворённое собственное значимость. То есть, вы не чувствуете себя достаточно значимый, вы не чувствуете себя достаточно, так сказать, ощутимый, да, То есть вы не ощущаете свой вес, не ощущаете свое отношение, свою ценность. Вот, то есть, опять же, это ваша личная проблема, к мужу отношений не имеет, да? То есть, к мужу есть возможность неудовлетворялся секс, есть возможность — вскологическая проблема, возможно — цикологическая проблема какая-то, из-за мужа, но это его проблема, да, clarity отношений никого не имеет. Дальше. Как к этому относиться? Относиться к этому, опять же, вы не сможете относиться к этому как-то по-другому, если мы вам скажем, как и сказал мой коллега Кутрущев Игорь Леонидович, вы сможете относиться к этому так, как вы относитесь. На данный момент относиться к этому негативному, в том смысле, что это раскрывает какие-то ваши страхи, противоречия и так далее. И в этом смысле, мне кажется, вам нужно поблагодарить эту ситуацию из-за того, что она вскрыла ваши проблемы и показала вам ваши слабые места. И вы можете, благодаря этой ситуации, проверить, в чем ваша проблема и над чем нужно работать. Поработав над этим и приведя себя в порядок, вы сможете обрести более, так сказать, целостную модель самой себя и выстраивать уже более гармоничные, более взвешенные, более зрелые, более естественные и искренние отношения, в которых не будет места вот такого рода вещам. То есть, то, что вы смотрите порно, это очень здорово, как бы, ну, если это не вредит отношениям, конечно, то замечательно, в этом никаких проблем нет. Но, вот то, что вы в себе сомневаетесь, этот вас обижает, как вы пишете, вот, да, он меня очень обижает этим, это уже ваши проблемы. Я хочу сказать, что обиды, есть определенные ожидания, у вас есть определенные ожидания. Ожидание базируется, зыщется на желаниях, то есть, вы чего хотите. И, поскольку вы обижаетесь на кого-то, то, соответственно, желания эти, получается, являются ответственностью именно того человека, на которого вы обижаетесь. Что является, безусловно, деструктивным в отношениях, то есть, деструктивным баторным. То, чего вы хотите для себя является исключительно вашей ответственностью для выстраивания гармоничных отношений, это необходимые условия. Поэтому, с вашими обидами, опять же, нужно будет работать. Мой коллега сказал, что люди обижаются за того, чтобы вызвать чувство вины. Я не считаю, что это всегда так. Кутручев Игорь Леонидович так сказал. Я не считаю, что это всегда так. Я считаю, что далеко не всегда человек думает о том, чтобы вызвать чувство вины. далеко не всегда это происходит, хотя очень часто, но в основе обид лежит именно вот такое вот разочарование того, что вот я чего-то хотел, я ждала, этого не произошло, это меня обижает. То есть, вы считаете, что мужчин должен вести себя по-другому, ну, как-то должен вести себя по-другому, и опять же, опять же, если его интересуют, ну, девушки от восемнадцатого, то это означает, что ему просто, ему просто чего-то не хлопает, он чем-то не удовлетворен, муж. А если его интересуют девушки до восемнадцатого, девочки, 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 точнее, до восемнадцатого, то это уже, конечно, я еще раз повторю, из области психологической и сексопатологической проблемы. За исключением тех фактов, за исключением тех случаев, когда, ну, в общем-то, там, девочка, которой нет восемнадцати лет, ну, сознательно как бы идет на, там, какие-то сексуальные отношения, вот. Я вот не знаю, просто можно ли говорить о наличии педофилии здесь или нет, со стороны вашего мужа. То есть, вот, я думаю, сознательно вы такой важный момент не, ну, не пояснили. Самое что-то объективное, вот если вам, допустим, 30, да, то, ну, 12-летняя девочка, например, она будет, ну, маленькая для вас, я так полагаю. Ну, как правило. И, а это очень важный момент, это очень важный момент. Если у вашего мужа это девиация, да, то есть, отклонение какое-то, то оно будет со временем, как бы, развиваться дальше, оно будет со временем все больше и больше захватывать территории, вот. И вы боитесь, что ваш муж этого, может быть, может быть, даже не хочет, ваш муж этого может не хотеть, то есть, у него может не быть желания, там, ну, переспать, там, с этими девочками, или, там, они, может быть, он понимает, что это, как бы, не очень здорово, но если вот тянет, да, если у него увлечение, то, опять же, это, ну, нужно просто этим работать, вот. С другой стороны, непонятно, как вы с ним поговорили, вы вроде бы поговорили с ним, а, как вы поговорили, что вы сказали, непонятно. Вот, вы могли сказать, ну, дорогой, я в курсе того, что ты делаешь, я в курсе того, что ты там ищешь, как бы, да, ну, вот, обсудим, что происходит. Вы же почему-то говорили, что он вас любит, ну, то есть, причем здесь любовь к тому, что он делает, для мужчин это абсолютно разные вещи, ну, я имею в виду секс и любовь, для многих мужчин это абсолютно разные вещи, вот. Так что, рекомендации здесь такие, первоочередно вам нужно разобраться все же в себе, первоочередно. Ну, это рекомендация, это не, значит, не директива. Сначала вам нужно разобраться в себе с обидами, с тем, что вот вы думаете, что он вас не хочет, что вы его не привлекаете, вот за все эти истории, то есть, вот, это чисто ваша проблема. Вот, потом, когда обрепнете, ну, станете поувереннее, тогда уже можно будет и мужу помочь. Вот, тогда уже можно будет и мужа с мужем что-то сделать. А пока вы, как бы, условно говоря, плаваете, да, пока вы, ну, в себе вот так вот не уверены, пока вы на себя принимаете то, что происходит, но мне ко мне думается, что ничего у вас в контексте мужа, в принципе, не получится. Потому что, чтобы помочь ему, чтобы помочь ему, вам нужно сперва, в общем и целом помочь себе, вот. Понимаете, какая штука. Вот, ну, соответственно, это то, что я могу вам ответить, вот, что тоже я могу вам сказать. В принципе, все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Вопросы я наведу. Я буду рад вам помочь, я буду рад ответить. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я надеюсь, что ситуация как-то разрешится, надеюсь, что ситуация как-то, вот, все-таки, обязательно строяется, свои цены вы сохраните. Но, чтобы она сохранилась, здесь все действительно нужно работать. Сначала вам, потом, возможно, понадобится групповая консультация, консультация или консультация с мужем. То есть, это вот такая сторона. То есть, вот, отношения похожие очень, действительно, на, знаете, на что, на, ну, на такие, не за зависимые, может быть, а на отношения двух, как бы, не очень гармоничных людей. Вот. То есть, такое ощущение, да, впечатление, что вы, ну, вступили в брак, вступали в брак, вступали в брак, вступали в брак, а чтобы, вот, какую-то цель, чтобы какую-то цель достичь свою. То есть, это не очень хорошо на самом деле. Вот. Вот, вот, ваша неверность, а вот, на other case вот, о том, что, мужа своего, вы, возможно, выбрали взяли и именно вот, вот, потому, что, ага, он вдовлетворял вашу вот, вау, потребность, вау, во внимании, да. Вот Так вот Я вам желаю всего Самого доброго И удачи